Закончив университет, я некоторое время поработала по специальности экономистом, бухгалтером какое-то время, начальником финансового отдела. Так оказалось, что я попала в медицинский университет имени академика Павлова, но тоже заниматься экономикой. И там 10 лет у меня был опыт по организации высокотехнологичной медицинской помощи, организации платных медицинских услуг. Я была замглав врача по экономике, занималась внешними связями и развитием университета. И вот тем самым я пришла, можно сказать, к тому, чем я занимаюсь сейчас. Сейчас у меня клиника персонифицированной медицины и здоровья. О чем я мечтаю, это донести до каждого, что априори он здоров. И здоровье – это нормальное состояние, надо просто следить за своим режимом, за питанием, за мыслями, за чувствами. Я увидела рекламу просто в каком-то модном месте. Подумала, что интересно, что в Петербурге и швейцарские университеты можно получить такое образование. Ну и поскольку вся моя сфера деятельности так или иначе связана с людьми, я подумала, что мне было бы хорошо получить такое образование. И, конечно, меня тогда очень привлекало то, что образование на английском языке. И вообще вся форма образования. То есть я приехала, посмотрела, пообщалась тогда с административным директором Ольгой Лубенковой. Она мне тоже очень понравилась. Безусловно, это и связи, и знакомство с отелями непосредственно, и другой взгляд, и возможность узнать тонкости гостеприимства и тонкости общения с людьми. Я всех своих сотрудников обучаю этим навыкам и объясняю, что первое, что ты должен, это просто любить людей, если ты идёшь в профессию, которая связана с общением. Я с большим удовольствием проучилась, я узнала много нового, мне очень понравилась форма обучения. То, что каждый предмет преподавали люди, которые работали в этой сфере. И так было построено обучение, что ты просто погружался в это. Конечно, образование хорошее, потому что после него у меня произошла некая, как я считаю, профессиональная деформация. И теперь, заходя в любой абсолютно ресторан, гостиницу, кафе, у меня всё время желание что-то улучшить, посоветовать. Ну, я могу сказать, что, конечно, для меня работа давно перестала быть работой. И где бы я ни работала, я всегда это воспринимала, ну, как часть своей жизни. Как независимо, это был наёмный труд или это был мой собственный бизнес. Я полностью отдавалась процессу. И сейчас, конечно, к счастью, я занимаюсь тем, что мне действительно нравится, тем, что я могу, умею, в чём я разбираюсь. И я просто это люблю. И я люблю людей, я люблю с ними работать, я люблю взаимодействовать с людьми. Ну, вообще, понятие успеха, конечно, относительное. У каждого своё, и я очень с большим юмором отношусь ко всяким курсам. Про успешный успех, да. Вот что для меня успех, я могу сказать, это как ты смог реализовать свои намерения, желания, свои какие-то мечты и свои возможности, как ты их смог реализовать в физическом мире, да, то есть вокруг себя. Для меня успех – это однозначно уровень счастья и радости, которые ты испытываешь каждый день. И с каким настроением ты просыпаешься, с каким настроением ты засыпаешь, сколько у тебя энергии на то, чтобы жить той жизнью, которой ты хочешь, и которая тебе доставляет, опять же, ту же радость и удовольствие. Субтитры создавал DimaTorzok